МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы с вами буквально недавно встречались, говорили тоже о генплане. Расскажите, какова сегодня ситуация с генпланом по процедуре? Что сегодня будет происходить? Как я раньше и говорил, публичные слушания состоялись. Мы мнение услышали. Сейчас проводим согласование с федеральными, республиканскими министерствами и ведомствами. Все это на выходе, в работе. И в конце июня этого года мы бы хотели его утвердить и принять в сессии городского совета. Что такое план реализации генплана? Как раз и есть следующий этап. Мы генплан утвердили. И сейчас говорим о том, уже сейчас, какие мероприятия необходимы для того, чтобы его реализовать. Какие это мероприятия? Какие дороги строить в первую очередь, какие дороги во вторую. Стратегическая перспектива, транспортная схема, парковки, разработка отраслевых схем, разработка проектов планировок территорий. Уже подробно с нанесением домов, карманов дорожных, инженерных сетей, баланса территории в части озеленения, благоустройства и так далее. Размещение общественных зданий, объектов, детских садов, школ. То есть это у нас уже есть, но тем не менее, мы уже более предметов подходим к этому вопросу. Количество учащихся, количество детских садов, культурно-оздоровительные комплексы, концертные залы, филармония и так далее. А каким образом будет выстраиваться все-таки общественный контроль за реализацией генплана? Вот на, скажем так, в предварительной схеме, скажем, то, что обсуждалось, неоднократно в школах вы собирали людей, неоднократно в сессионном зале администрации, все это было под контролем общественности, естественно. Этот документ был самый обсуждаемый, наверное, градостроительный документ не только в Крыму, наверное, может и в Российской Федерации. Совершенно верно, это даже хорошо. В процессе реализации каким образом будет осуществляться общественный контроль? Общественный контроль начинается с рабочих групп, мы такую же рабочую группу создадим в не меньшей численности, не менее 75 человек. И так же было 65, по-моему, да, человек? Да, 65, 75 человек, по-разному они варьируются. Но, тем не менее, общественный контроль начинается с рабочих групп, с общественности, с депутатских запросов, с самих же депутатов. То есть это должен быть такой же, скажем, путь мы должны пройти при обсуждении плана, утверждении плана реализации генерального плана. То есть такой же открытый, прозрачный слушание? Открытый, прозрачный, абсолютно. Слушание или это другая же? Слушание, просто в форме общения должно быть. То есть здесь не продусмотрен законом проведения публичного слушания, тем не менее, это рабочий документ самой администрации. Мы сами заинтересованы в том, чтобы этот документ появился, для того, чтобы этим документом мы могли защищать себя перед республиканским бюджетом, перед федеральным бюджетом и просить те миллиарды, которые нам необходимы для того, чтобы реализовать задуманные нашим генеральным планом. То есть его обсуждение будет в общем уже? Или же опять же, как это было по каким-то районам, микрорайонам? Нет, это в общем и конкретно. Тут все вместе будет. Уже общая увязка. Отраслевая схема детских садов, она открытая, она должна быть понятна. Мы должны понимать, когда детский сад построим, какие земли ему отвезти, какой площади. То же самое школа касается. И каждого объекта в отдельности. Через проекты планировок, через нанесение красных линий. То есть пойдет очень активный рабочий процесс. Активная работа. Вопрос финансов. Сколько все-таки будет стоить реализация генплана, скажем так, по минимуму? И все-таки сколько реально хотелось бы получить средств для полной реализации генплана? И откуда, как вы думаете, они могут быть взяты? Говорит же, говорил один французский король, хороший архитектор разорит страну. Хороший архитектор должен не разорить, конечно, Крым, а дать возможность заработать на этой земле и эти деньги, эти финансы направить на благоустройство, на благополучие горожан, населения Крыма и нашего города. Естественно, все наши потуги будут никчемными, если мы эту программу реализации не утвердим и не скажем. Условно говоря, я примерно, экспертно. Говорил я о 200 миллиардах рублей, свыше 200 миллиардов рублей, но они состоят из федеральных составляющих, республиканских, инвестиционных и, собственно, нашего муниципального бюджета. Нашего бюджета муниципального никогда ни на что не хватит, потому что, сами знаете, полтора миллиарда рублей, это как бы мизер. Нам бы город убрать. Поэтому здесь обязательно нужна программа реализации геймплана, которая должна составить не менее чем 200 миллиардов рублей. За 20 лет по 10 миллиардов, это вполне реально, учитывая, что у нас еще ФЦП есть. Потом мы ведь капитализируем свою территорию, и рано или поздно мы все-таки возьмем в свою сферу влияния и прилегающие территории. То есть не менее 200 миллиардов нужно для того, чтобы более-менее сделать из Симферополя нормальный, столичный, скажем, такой передовой российский город. С чего обычно начинают, скажем так? Вы опыт имеете большой. Начинают с налогообложения, а налогообложение базируется на проектах межувания, проектах планировки территорий. То есть мы межуем, выявляем свободные территории, сервитуты, объявляем именем решения горсовета или госсовета о базовой налоговой ставке на землю, на недвижимость и так далее. То есть идет уже дальнейший процесс капитализации и наполнения нашего муниципального бюджета. Будут деньги, будут объекты. То есть вот как бы со всех сторон мы говорим о том, что вот федеральный бюджет, муниципальный, республиканский составили и защищаем его. На всех уровнях. Пеной у рта. Любыми способами мы должны это добиться. Тогда будет честь и хвала нам. Пока мы вот на этой стадии формирования всех этих программ. В том числе программы ликвидации ветхого жилья. Я каждый раз буду повторять, потому что основной принцип преобразования городов – это дать возможность населению почувствовать себя комфортно через улучшение жилищных условий. Это вот та база, на которой живется вся политика. Прежде всего то, что ждут люди, да? Это для каждого близко и понятно. Капитальный ремонт, жилья, новое жилье. Это вот хлеба и зрелищ. Ну, говорим же мы, у нас может хлеба нет, но зрелища должны быть. И зрелищ – это новый дом, это новый отремонтированный дом, дорога. То есть то, что глазу приятно, комфортно. Эрнст Филсурович, что происходит сегодня у нас с инвестклиматом? Насколько он благоприятен? Есть ли какие-то интересные, продвинутые, какие-то современные предложения для инвестирования в Симферополь? На сайте администрации у нас уже есть порядка 15-20 хороших объектов. Наиболее значимый из них и наиболее продвинутый у нас город мира – это на Балаклавской, на Русской, Балаклавской. Там микрорайон комплексно застраивается фирмой «Рич». Это не в качестве рекламы, а в качестве просто нормальной оценки деятельности и администрации, и республики, и самой фирмы, которая взаимодействует. И у нас появится нормальный, хороший, передовой, комплексный, комфортный микрорайон. Самый лучший в Крыму, не побоюсь этого слова. Он будет комплексно застраиваться. Там и школы есть, и детские сады, и школа искусств, и физкультура. То есть все предусмотрено? Все предусмотрено, вся инфраструктура. И что отрадно, само руководство считает, что они и крымчане, они должны сделать для своих детей, для внуков ту базу, где родятся новые ученые, передовые мыслители, ну и так далее. Это вот как основной инвестпроект, который сегодня, да, уже реализируется. Это один из основных инвестпроектов. Что еще можем? Ну и ФЦП. ФЦП – это масса детских садов и школ. Ну к ФЦП мы еще вернемся. Пока из тех крупных инвестпроектов наиболее продвинуты именно вот это вот. Хотелось бы отметить. Есть, конечно, более мелкие, но о них пока не стоит говорить, потому что я еще сам не вижу, насколько они реальны в жизни. Насколько будут в дальнейшем проработаны отраслевые схемы? Это и транспорт у нас, да, и здравоохранение, это и промышленность, и парковки, и культура, и СС, и так далее. Ну вот для чего нужны отраслевые схемы? Это составная часть как раз и плана реализации, генерального плана. Мы должны точно знать, где, сколько и когда. Да, отраслевая схема у нас по Москве порядка 17 их, у нас здесь в Симферополе порядка 11 необходимы. Это и торговля схема, схема МАФов, уже актуализированная, чтобы опять ее не набивали, не наполняли. Черт и чем, извините за сленг, тем не менее. Схема здравоохранения, естественно, мы должны четко понимать, что нужны не только частные, но частные клиники нужны, но их должно быть много. У нас их мало, они слегка, даже не слегка, монополисты, как у нас называется, синтез или все, я уж не помню. Неважно. Неважно. Но хотелось бы в курортном городе, в точке пересечения и в пересадке многочисленных, скажем, потоков туристов, иметь хорошую качественную медицину. А не так, чтобы пришли, а шприца нет, ну или цена этого шприца, условно говоря, в 10 раз дороже, чем в России. Хорошо, схемы парков, АЗС, да, отдельная схема? Отдельная схема АЗС, естественно. Насколько Симферополь будет переполнен заправками или наоборот? Как раз этот процесс должен быть регулирован. То есть не должны приходить люди и говорить, мы хотим 15 заправок, дайте нам. И мы начинаем лихорадочно искать. То есть необходимость, может, она есть, но нужно подходить разумно, без фанатизма к этому вопросу, через схемы, утвержденные, кстати, сессией горсовета, самими же депутатами. Чтобы не было соблазна ломать схему или волонтарически заниматься распределением земельных участков. Хорошо, наши парки, наш зеленый каркас, как в части отраслевой схемы парков? Она практически готова. Нам нужно ее доработать после принятия генерального плана, как бы по формальным признакам, утвердить, опять-таки, на сессии. У нас и депутаты, и горсоветы, и госсоветы стали активно принимать участие в этом, особенно по Салгиру, по реконструкции и благоустройству наших улиц Карла Маркса, Пушкинской, вот в ближайшее время мы... Ну, они относительно зеленые, то есть там определенно... Надо зелень-то добавлять, то есть мы срезали, а не воссоздали ту тень, ту зеленую ауру этих улиц. У нас упор идет на то, что мы пытаемся сохранить то, что есть зелень, или наоборот, какие-то новые зеленые зоны, новые какие-то скверы. Вот смотрите, для того, чтобы сохранить... Это сохранить много ума не надо, а для того, чтобы много добавить, увеличить зеленую массу, мы должны систему полива отладить, систему ухода. Для этого нужно поднимать базу горвод зеленхоза нашего, создавать базу, как это было в лучшие советские времена. И сейчас сказать, модно-немодно, но в советское время Симферополь, старая картина, если посмотреть, старая фотография, ну, изумительный город. Ну да, невысокие деревья, наверное, архитектура. Надо к этому возвращаться, и надо это делать, этим надо заниматься, через точечную, как бы каждодневную работу, тактическую. Уборка, озеленение, малые формы, скамеечки, название улиц, посады. Вот тихая, спокойная работа, предметная. В Симферополе достаточно много планируется, я так понимаю, строительство объектов ФЦП. Какова ситуация сегодня с реализацией вот объектов федеральных целевых программ? У ФЦП со стороны муниципалов, с нашей стороны, мы сделали все, что для этого требуется. Вот все. Землю определили, границы определили, проекты практически все согласовали, и КФО, и детских садов, и школ. Остается только вот требовать уже и просить, и как бы подгонять наших республиканцев и наших федералов. То есть сегодня вся документация готова, да? Только ждем начала реализации? Ждем, когда появится разрешение на производство работ, и будем рады видеть большое количество башенных кранов на нашей территории. Какие наиболее значимые проекты, на ваш взгляд, должны реализоваться в Симферополе? Именно по ФЦП? По ФЦП, это в первую очередь детские сады. Много? Порядка девяти детских садов, трех-четырех школ. Надо, чтобы они у нас появились, потому что дефицит страшный. В основном спальные районы? Спальные районы, на улице большая часть Симферопольского района, мы возвращаемся к агломерации, приезжают, перевозят детей к нам. Потому что там нет той инфраструктуры, которая должна быть. То есть мы опять-таки возвращаемся к тому, что город Симферополь должен быть агломерационным городом. Ну, уже решены вопросы, да, по присоединению части поселковых садов? К сожалению, это мизер того, что необходимо. То есть этого все равно очень мало, да, для Симферополя? Очень мало. В любом случае. Мы вернемся к этому вопросу года через два, потому что мы исчерпаем тот потенциал, который нам уже предоставили. И нам захочется еще для того, чтобы... Ну, на самом деле, дело не в земле, а дело в том, что территория должна развиваться комплексно. Это же безобразие, когда каждый царек в своем болоте сидит и места делит. Неправильно это все. Должно быть единое решение, где сказано, вот должно быть так. Как царь Петр Первый, Николай Второй, железную дорогу, Москва, Москва, Санкт-Петербург проводил, никто не посмел изменить маршрут. То есть волевое решение, да, командирские решения. Ну, архитектура, градостроительство – это как бы не тема для творчества. Это нормальная железная экономика, просто, можно сказать, диктаторская экономика. Кроме школ, детских садов, вероятно, что еще планируется ФЦП, крупные объекты по Симферополю? Насколько знаю, это театр кукол, да, по-моему, что-то еще? Кукол, концертные залы, филармонии, филармонии, правда, нет, но будем стараться включить. ФЦП – это опять не такой застывший документ. Мы его выполняем, этот документ, эту программу реализуем. Потом от нас, я наверняка уверен, буду ждать и федералы, и сами республиканцы наших посылок. Инициатива снизу. Что нам хочется еще? Вы готовы? Мы в нас уже готовы. Я вам не зря говорю про 200 миллиардов, которые мы хотели бы заполучить в наш город. 200 миллиардов, да? Не меньше. Это я имею в виду и с инвестициями, и с федералами, и с республиканцами вместе. Это если начинать, реализовывать, да, и федеральные, и генплан, собственно, тоже, да? Это план реализации генерального плана. Как освоить деньги для того, чтобы у нас было все хорошо. Вот такой вопрос. Насколько сегодня архитекторы городов, районов полномочны решать вопросы архитектуры фасадов зданий и так далее? То есть, насколько я знаю, вот вы не решаете вопросы, да? Больной вопрос, да. Это имеется в виду исторические здания какие-то, или это абсолютно... Ну, если главный архитектор города не будет владеть ситуацией и не будет иметь возможность на нее влиять, это будет хаос и бардак. Потому что у нас каждый кулик или каждый суслик в поле агроном, но и каждый, считая, что он знает, как надо развиваться городу, начиная строить все, что угодно. Фасады, генеральные планы главным архитектором городов Крыма, и крымский архитектор, мой товарищ Кузнецов Александр Вячеславович, с этим согласен, они не имеют права подписи. У нас сейчас правит кто угодно, только не главный архитектор города. Когда с него спрашиваешь, почему это так, он разводит руками, любой город в Крыму возьмите, потому что разрешение все-таки выдают службы госрастройнадзора. То есть это именно по фасадам, по фасадам, по генеральным планам, по трассировкам. То есть это абсолютно, как сказать, нелогичная и катастрофическая ситуация. Даже в России, когда там статус архитектора хоть и невысок, но по крайней мере без его подписи не проводится ни одна работа. Ни муха не пролетит. У нас же получается, пока вот все пролетает, все что угодно. Слоны летают, мухи в том числе. Поэтому здесь вот на уровне Шеремета, на уровне главы республики эти решения надо принимать просто, опять-таки, командирским решением. Иначе у нас мы всю нить, все пространство Крыма и нашего города не соберем. У нас совсем немного времени, буквально еще один вопрос. Вы курируете в администрации также и направление рекламы, внешней рекламы. Прошлый год он был очень знаковый в плане внешней рекламы. Очень много было демонтировано, буквально сотни, по-моему, рекламных конструкций, билбордов, сетилайтов и так далее. Сейчас как бы все это затихло. Какова сегодня ситуация у нас с рекламой? Насколько ее много-мало? Планируются ли демонтажи или наоборот будет абсолютно новый подход к размещению рекламных конструкций? Мы разработали правила размещения рекламы на фасадах, на улицах. Образцы есть постановлением буквально главы и сессии горсоэта, мы это утверждаем. И, соответственно, у нас есть уже та схема, которой можно руководствоваться. Многие почувствовали на себе. Но, опять-таки, есть но. Вот эта вот сама схема контроля за снятием, за демонтажем этих рекламных конструкций у нас не отработана. Мы ее отработаем, и есть поручение Дина Сергеевича о том, что вот это вот все шероховатости отладить. Есть правила размещения на исторических фасадах рекламы, самих рекламных счетов. Будет проводиться аукцион. Это все будет унифицировано, да? То есть размер будет одинаковый табличек, да? То есть шрифт может быть где-то, да? Шрифт, типаж, архетипы, унификация, одним словом, совершенно верно. Вот мы ее выполняем, делаем, и я думаю, предпринимателям надо быть готовым уже к тому, что где-то нужно будет обновлять, демонтировать, менять качество. Наверное, крупные вывески на исторических зданиях однозначно надо будет демонтировать. Это пещерный век средневековья, когда на красивых зданиях мы вешаем ура-ура, всевозможные аляпистые картинки. И думаем, что это красиво. И думаем, что от этого капитализация товара или поток населения покупателей увеличится. Пора от этого отходить, да? Совершенно глубокое заблуждение. Это рассчитано на тех людей, которые, ну, не хочу обижать, скажем, село. Ну, для селян это может быть нормально. Но мы же живем в цивилизованном городе, в столице. Просто есть фотографии дореволюционного Симферополя. И мы видим, что есть невысокие, вернее, небольшие вывески, там, аптека где-то, там, продукты, я не знаю, табак. Просто это все можно посмотреть. Почему-то тогда не озадачивались, да, закрыть фасад огромной вывеской, приходи, купи. Как-то все было сложно. Предприниматели сами себя уважали. Они уважали власть, уважали себя, уважали людей. Они ведь строили не для того, чтобы создавать ярмарочную площадь, а для того, чтобы показать, какие они интеллигентные, высокого полета, мысли, люди. Они гордились тем, что их уважали. Купец раньше друг другу, если купцы пожимали друг другу, руки, они от своего слова не отходили. Так же и здесь. Поэтому предприниматель даже понимает, что это рано или поздно будет. Рано или поздно этого добьемся. Будем надеяться, что наши предприниматели будут думать на этот счет и не закрывать наши все-таки красивые фасады многих зданий исторических в Симферополе, очень ценных и так далее. К сожалению, время наше совсем уже подошло к концу. Я думаю, что мы будем в рамках нашей программы следить за реализацией генплана. Еще неоднократно встретимся, обсудим отраслевые схемы, генплан в развитии и так далее. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что сегодня мы встретились в студии в очередной раз с заместителем главы администрации Симферополя, главным архитектором крымской столицы Эрнстом Мавлютовым. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. Встретимся через неделю. В студии был Александр Шелко. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!